Акваланг, изобретенный в 40-х годах 20 века Жаком Ивом Кусто и инженером Эмилем Ганьяном, применялся в то время в основном для проведения подводно-технических работ и промысла. В наше время он стал общедоступен и широко применяется дайверами, подводными туристами, а также научными работниками и людьми искусства, подводными художниками и фотографами. Живописью под водой занимаются люди, тем или иным образом связанные с морем, с погружениями под воду с аквалангом. Одним из первых и, пожалуй, самым известным подводным художником был Андре Лобан, член команды Кусто, главный механик судна «Калипсо». Вдохновленный синевой глубин океана, он стал писать свои картины уже после работы в команде. Лобан погружался с красками во многих морях и океанах планеты. Побывал он и в Крыму, где написал две свои картины. Многие художники пошли по его пути. И не только. Даже простому любителю дайвинга под силу освоить технику подводной живописи. Главное – иметь желание и уметь погружаться с аквалангом. Некоторые художники пишут свои работы уже после погружений, выражая в картинах свои эмоции и делясь с нами собственным видением подводного мира. Много лет я увлекался дайвингом, погружениями с аквалангом. И это с морем вместе вдохновило меня на создание таких работ под водой. Это вдохновило и таких метров, как Андре Лобан. Это вдохновило известного художника Александра Белозора, с которым мне выпала честь погружаться под воду и рисовать там подводные пейзажи на глубине 10, 12, 15 метров. Это мастихин. Такой инструмент. Мастихин должен быть продолжением руки. Рука продолжением вашего желания, настроения и вашей души. Я владел этой техникой и под водой, и теперь я земноводный и рисую этой техникой свои работы на берегу. Рисую лес крымский, рисую горы, рисую скалы, море. Но основным направлением в работе – это дайвинг, мои давние увлечения. Я не называю их картинами, потому что я пишу настроение, я так считаю. Пишу свет. И не продаю свои работы, и не выставляю нигде. Я их просто дарю своим близким, друзьям, знакомым. Сегодня мы выходим с дайверами в море в районе Балаклавы. От мыса Ая до мыса Фиолент здесь протянулись живописные скалистые берега. Каждый подводный камень, грот или скала может принести вдохновение творческому человеку. Дайвинг дает очень много возможностей человеку, сегодняшнему человеку, в современном мире сегодня. Это не просто нырялки, там затонувшие объекты, там ночные погружения, все такое прочее. Это не просто даже, сейчас очень много людей пытаются из воды принести кадры, которые они снимали под воду, очень красивые, живописные. И в то же время сейчас вообще новое явление появилось такое, писать картины под водой. Писать картины под водой, это очень здорово, это нужно, это нужно видеть самому. И после этого, когда картина поднимается на верх, она расцветает всеми красками. Как художник добивается этого всего, для меня загадка. Ну, это очень здорово. Приглашаю посмотреть. На борту катера десяток дайверов, которые приезжают в Крым каждый сезон, в поисках новых впечатлений и эмоций. В этот раз нам выпал случай познакомиться с художником из Смоленска Натальей Струковой. Она погружалась в Черное море много раз и уже написала под водой несколько картин, из которых сегодня планируется сделать небольшую экспозицию на дне. Наталья подготавливает холст, нанося на него специальный грунт. Первая картина у меня уплыла. Грунт был фабричный, там слой желатина, и он, как клееночка, полежав полчасика под водой, так подплыл, мне удалось их поймать. Вдохновляет море в основном. Лучше любого художника. Ныряешь, видишь там какие-то силуэты под водой, своя энергетика под водой, в каждом месте своя. Интереснее всего рисовать более глубинные картины и где цветное какое-то дно, там как в Красном море, например. Кораллы становятся коричневыми, бордовыми, и художник пишет их так, как видит, тем цветом, который он видит. Но краски-то мы берем все равно, хоть и красный выглядит коричневым, мы берем красный. И когда это все поднимается наверх, снова возвращается, получается очень-очень яркая работа, вот оттуда, из глубины, из сумрака, на палубу, на солнышко. Вот для меня даже в этом интересный эффект. Группа дайверов помогает в подготовке подводной экспозиции и в обеспечении погружений. Субтитры создавал DimaTorzok Подводный мир Черного моря не богат красками и разнообразием морской флоры и фауны, да и прозрачность воды оставляет желать лучшего. Но этим и отличается художник от фотографа, что может отобразить на холсте не только то, что видит, но и то, что чувствует. Если говорить о стиле живописи, то сразу вспоминаешь художников-импрессионистов Мане, Дега, Коровина. Само понятие «импрессионизм» появилось благодаря названию картины Клода Мане «Впечатление. Восход солнца». «Импрессион» с французского переводится как «впечатление». Импрессионисты стремились показать окружающий мир таким, каким он им представлялся. Художники этого течения писали в основном на пленэре, без эскизов и проработки деталей. Работа над цветами велась нанесением мазков, которые придают подвижности и воздушности картинам. Многие из импрессионистов отказались от использования черного и прорисовки контуров. Они экспериментировали с цветом и полутонами, создавая эффект светотени. Под водой есть свои сложности работы, основные из которых – это короткое время пребывания под водой из-за небольшого запаса воздуха в баллоне и урезанный спектр солнечного освещения. Вода является как бы естественным светофильтром, который поглощает в первую очередь красный спектр. На глубине 10 метров краски становятся более тусклыми. Обладая методами живописи импрессионистов, художник пишет подводный пейзаж, используя своё воображение. Он пишет не то, что видит, а так, как видит. В среднем погружение на глубину 8-10 метров длится около часа, и надо иметь мастерство, чтобы на белом холсте появилась новая работа. Дайверы имеют возможность посмотреть небольшую подводную экспозицию и непосредственно самого художника за работой. Кто знает, может быть, кто-то из начинающих дайверов в будущем тоже займётся этим прекрасным делом – подводной живописью. Под водой мы наблюдали стаю рыбь морских ласточек. Вот практически так и нарисовано. То есть их было несколько десятков. Они кружили над подводными камнями. И теперь радуют глаз из полотна. Пожелаем подводным художникам новых творческих успехов. Ну а мы продолжим съёмки подводного мира нашего голубого континента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова